Дафукбом опубликовал один спойлер, где есть надпись и много персонажей. Но дело в том, что он разделил это изображение на несколько частей и отправил некоторым ютуберам. И в этом видео мы попытаемся собрать весь этот пазл воедино, чтобы узнать, что хотел нам сказать Дафукбом. А также спросил Дафукбома, на сколько всего частей будет разделено это изображение. Ну а перед этим, очень буду рад, если вы поставите лайк на это видео. Мне пришлось самому попробовать собрать эту сложную головоломку. Ну что ж, погнали! Самый первый пазл был у аниматора One More. Там была часть какой-то пушки или турбины. Далее мы получили еще три кадра, но уже от других ютуберов и аниматоров. После мы получили еще два кадра, где уже ясно виднелась какая-то надпись. А далее через несколько минут появился еще один кадр, но уже с другим названием. Тот же ютубер, который первым получил часть пазла, спросил Дафука. Не мог бы ты сказать нам близок ли эпизод? Скажи, если ты хочешь, конечно. На что Дафук ответил, что он далеко, но не слишком близко. Получается, именно на этот момент нам доступно 10 частей спойлера. И это очевидно, что совсем скоро появятся еще новые части. Так как один ютубер спросил у Дафук Бума. Бум, ты собираешься публиковать 10 пазл прямо сейчас или отправишь оставшиеся другим ютуберам? На что он ответил, уже в дикой природе. Я не знаю, что это значит. Одну из них я отправил яйцо. Кто не знает, вот Эмоджи яйцо, Дафук имел ввиду стримера стейк. И в этот же день, но позднее всех, стример стейк сделал стрим. И показал 10 часть этого изображения. Ну что ж, давайте приступим к восстановлению этого изображения. Спустя некоторое время, мне удалось собрать из всех имеющихся частей вот такую картину. На левом верху мы сразу же замечаем улучшенную камеру Ума. Которую впервые в таком виде мы увидели во второй части 77 эпизода. А на противоположном углу можно заметить того самого астротуалета, который был показан 10 сентября на первых слитых кадрах. Также на нем был надпись «План и знак вопроса». Насчет этого я уже делал разбор. Кто не смотрел, можете нажать на верхний правый угол. Давайте теперь обратим внимание на нижний угол. Слева можно было заметить большого камерамена. И он почему-то очень сильно ранен. Я бы даже сказал, что он в критическом состоянии. Почти такие же повреждения получил камерамен Титан. Скорее всего, вы подумали, что это большой камерамен по имени Фред. И некоторые даже писали в комментариях, что Фред это маленький аналог камерамена Титана. В чем-то вы правы, так как между ним есть некоторые сходства. Мы еще вернемся к этому персонажу. На правом нижнем углу можно заметить еще одного астротуалета. И на самом деле этот астротуалет из 74 эпизода. Он очень сильно похож на этого туалета, который выстрелил в камерамена. Отчего лица происходили действия. Этого туалета мы впервые заметили в 74 эпизоде. До этих событий мы его не встречали ни разу. И если учесть тот факт, что он передвигается не один, а вместе со своим сквадом. То можно предположить, что в третьей части будет очень много астротуалета. Как мы знаем, отряд, который преследовал камерамена Титана пропал. Про это мы уже узнали во второй части 76 эпизода. Когда НЛО Туалет разговаривал с астрокерцогиней. И как раз таки, будьте внимательны на этом моменте. Да, весь отряд пропал. Но кроме этого туалета. Так как он не преследовал камерамена Титана. Потому что перед тем, как камерамен Титан решил отвлечь внимание астротуалетов и отступить. Он перед этим сильно толкнул именно этого астротуалета. Поэтому этот туалет в маске выжил. Насчет пропажи отряда мы уже говорили. И кто помнит, то я говорил, что лично для меня есть два варианта. Либо камерамену Титану помог Джиммен. Либо в этот момент вмешался секретный агент. Так как секретный агент во многих эпизодах пытался предупредить Альянс. Кстати, насчет 64 эпизода. В комментариях я прочитал одну интересную теорию. Один из зрителей написал. А что если секретный агент тогда хотел предупредить не о ловушке взрывчаткой, а об астротуалетах? Но мне кажется это не так. И на самом деле на этом моменте секретный агент предупреждал о обычной ловушке от Джимена. А вот в третьей части 70 эпизода секретный агент сделал очень сильный намек на астротуалетов. Но очень странно, почему он до этого момента не предупреждал агента? Вообще секретный агент очень странная личность. Про него почти ничего не известно, кроме того, что он был администратором в лаборатории Альфа-Хиллз. И что он принимал участие во всех мероприятиях. А также был знаком со многими сотрудниками. И даже с охраной. Но дело в том, что он на протяжении всего сериала сотрудничал как с Альянсом, так и со Скибиди Туалетами. Если мы наберем 25 тысяч лайков, то я сделаю отдельное видео про него. Я соберу всю информацию про него, а также попробую узнать дополнительную информацию про этого персонажа Удафу к Бума. Ладно, вернемся к слитым кадрам. Для вашего удобства я раскрасил этот кадр, чтобы лучше все видеть. После редактирования я сразу же обратил внимание на левый нижний угол. Там я увидел, что оказывается большой камерамен управляет техникой и сидит за большой пушкой. И исходя из этого можно сделать вывод, что это не Фред. Так как Фред передвигается с помощью своего летательного ранца. Поэтому тут изображен не Фред, а какой-то другой большой камерамен. Допустим вот этот из второй части 77 эпизода. Ведь теперь все камерамены улучшены, чтобы они могли противостоять Астро Туалетам. Кстати, идея пазла не первый раз, когда мы пытаемся разгадать. 7 месяцев назад, а именно когда должен был выйти третья часть 70 эпизода. Дафук точно так же опубликовал пазл слив, где также был секретный текст. Аналогичный текст указывал на то, что кто-то из этих персонажей погибнет. И так и произошло. И даже хуже. После третьей части 70 эпизода мы потеряли спикермена в черном и в антузмена. Аналогичная ситуация с этим изображением. Тут также написано, что кто-то умрет в этом эпизоде. На самом деле, после того, как я узнал, что всего нам известно о 10 частях спойлера, я сразу же написал Дафук Бом, чтобы узнать, на сколько всего частей он разделил это изображение. Он мне ответил, что на 10 частей. Насчет надписей на этом изображении у меня есть теория, что камера вумен точно не погибнет в этом эпизоде, так как она сейчас место в антузмена. Остальные вполне возможно, ведь они второстепенные персонажи. Либо же, на этот раз речь идет не об этих персонажах, а о тех, которые находятся за кадром. То есть Титаны и остальные персонажи. В целом, Тиви Мэн и Спикер Мэн Титаны должны появиться в третьей части, так как про это мы заранее уже спросили у Дафук Бома. Правда, они куда-то телепортировались. Мне кажется, что они должны появиться на базе для улучшений. Но все же, если учесть, что Титаны не так часто улучшаются, и рвутся в бой сразу же после отдыха, то можно предположить, что никаких улучшений не будет у них. Но, конечно же, это будет очень глупо с их стороны. Одно дело не улучшаться против обычных скобиде-туалетов, и просто заменять руку на что попало. Другое дело сражаться с туалетом из другой планеты, который использует самую продвинутую технологию. Но также не стоит забывать про эту маленькую надпись, где написано «Но это не я». Как вы думаете, что это может значить? Лично мне кажется, что мы совсем скоро увидим Джимена в образе Титана. И мне кажется, лично он спас камера Мэна Титана от отряда Астро Туалета. Этим поступком он заключит официальный временный союз между скобиде-туалетами и агентами. Астро Туалеты тоже не будут стоять на месте. Ведь когда зрители задавали Дафук Бома вопросы, один вопрос звучал так. Когда мы увидим Астро Герцогиню, на что Дафук сказал, что скоро, как мы помним во второй части 76-го эпизода, Астро Герцогиня пожелала лично участвовать в боевых событиях. Мы пока что не знаем, на что она способна, но знаем, что она главнее Астро НЛО, так как он докладывал ей, как обстоят дела. И архия Астро Туалетов состоит из более сложной системы, чем у скобиде-туалетов. Если у скобиде-туалетов самым главным был скобиде-ученый, так как он принимал решение и подписывал договоры, а его правой рукой всегда был Джемен, и на этом их иерархия заканчивалась, то у Астро Туалетов мы не знаем, кто главный, но знаем последовательность цепочки. Правая рука главного Астро, это Астро Герцогиня. Далее по иерархии идет Астро НЛО. После него идет их сильный БС Джиггернаут. Ну а далее Скорпион. Если вам интересна история Астро Туалетов, то дайте это знать вашими лайками. Я попытаюсь сделать про это отдельное видео. А сейчас вы можете посмотреть другие мои видео по скобиде-туалет. Ну а вы были на канале Разу Плей, а с вами был Разу. Увидимся в следующих видео. Всем удачи и всем пока.